Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И первая тема сегодняшней программы посвящена памяти Гордона Лиди, одного из участников фото-гейтского скандала, одного из основных участников. Совершенно верно. Ну, естественно, я такое не мог обойти вниманием, тем более, что, ну, отвлечемся мы на неделю, по крайней мере, от Байдена. Там понятно, что он, увы, никуда не денется, и темы всегда будут. Комментировать другое важное дело – это процесс над Чованом. Я пока тоже не буду подождем дальнейшего развития событий, хотя все, что там происходит, меня все больше утверждает в невиновности полицейского. Но, тем не менее, связь вот с этим делом, с процессом нынешним, некоторые есть, потому что Лиди – это пример тоже служителя закона, который теоретически некоторые нарушения все-таки совершил. Но насколько его можно осуждать, насколько можно к нему подходить действительно сурово, строго и так далее – это решать вам. Сегодня я постараюсь вам в общих чертах его бурную биографию воспроизвести, ну и поделиться своими взглядами на предмет того, как к нему относиться. Хотя, да, я признаю, что я не буду, наверное, однозначно объективным. Ну, мне это сложно сделать по ряду причин. Так, благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И если говорить о человеке, который, наверное, этот самый Уотергейт олицетворяет, то это действительно Гордон Лидди, но не только с Уотергейтом его карьера была связана, и такого колоритного персонажа, провокатора, человека, который мог вывести из себя кого угодно, но при этом стать другом, опять же, кого угодно, вне зависимости от политических взглядов, и преуспевшего в самых разных, на самом деле, областях, ну, его найти трудно. И если мы с вами посмотрим на карьеру Лидди, то впервые он обратил на себя внимание, будучи агентом ФБР, карьера его могла бы сложиться, наверное, достаточно успешно, потому что был он агентом успешным, и довольно быстро двигался по служебной лестнице, в конце 50-х, в 60-е годы проводил нарез, и был отмечен особой любовью к оружию, это, кстати, важный момент, но в какой-то момент из-за его недовольства, так или иначе, тем, что происходит там, считал он, что и Гуверу пора уже уходить, ну, переключился он сперва на юридическую деятельность, будучи заместителем окружного прокурора, но и там он отметился яркими действиями, яркими событиями, вроде того, что мог, например, во время слушаний в зале суда выстрелить, ну, так, чтобы ни в кого не попасть, да, продемонстрировать принцип действия оружия, мог руководить арестом Тимоти Лири, помните, был такой известный наркоман и якобы профессор, который пропагандировал идеи наркотиков самых разных. Кстати, описание того, как этот арест проходил, оно печаталось отдельным рассказом, потом было в автобиографию Лидди включено, но это шедевр своего рода юмористической литературы по отношению к самому себе и к Лире, и ко всей этой истории. Лидди еще был и писателем отличным, забегая вперед, скажу. Ну, а так как события, происходившие в 60-е оптимизма у патриота, сторонника права на оружие, ястреба, антикоммуниста, ну, можно продолжать все эти славные описания, все эти славные определения, Лидди не устраивало, то он стал искать возможности быть ближе к администрации действовавшего президента, это мы уже с вами в конце 60-х, то есть Никсона, так как он видел в Никсоне человека, которому у левых просто нерациональная ненависть, и полагая, что действие левых это война против Америки, и Лидди сказал сам себе и своей семье, и тем, кто его слышал, что раз это война, то он должен в ней участвовать, потому что он эту войну любит, к ней готов, он ее ждет, и для него это место и то действие, которое ему как раз и нужно. Лидди был сперва, служил в Министерстве финансов в подразделении, занимавшемся оружием, торгой и контролем за оружием, но потом он попал в тот самый комитет по переизбранию президента, который и получил скандальную известность благодаря Уотергейту, это проникновение в помещение, связанное с Элсбергом там служащим, и его психиатром служащим, который слил документы из Пентагона, ну и собственно говоря, сам этот самый Уотергейт, я про него в одной из передач рассказывал, это очень обширная тема, поэтому скороговоркой напомню, что зачем этот самый взлом проходил, толком до сих пор до конца неизвестно, судя по всему, основная версия, это то, что Джон Дин, который не так давно светился на процессе очередного посмешища против Трампа, что Дин хотел на самом деле какие-то компрометирующие его и его жену данные оттуда выкрасть из штаб-квартиры Демпартии, а никак не для того, чтобы там были какие-то реальные прослушивания и так далее, то есть там установленные жучки были, но главное было найти то, что было нужно Дину, о чем он, конечно, нам никогда не расскажет, потому что он полностью перешел на сторону демократов еще тогда. Так вот, Лиди был тогда арестован, естественно, и отказавшись от любых контактов с судьями и с комитетами Конгресса по расследованию, чем тоже показал себя с лучшей стороны, так как не пожелал никого сдавать, но отправился в тюрьму. А вот здесь мы немного такой стремительный наш экскурс по прогулку по жизни Лиди притормолим и посмотрим на его характер. Дело в том, что у Лиди была такая своеобразная особенность, он с детства очень интересовался немецкой историей. У него была, в доме их была горничная немка и нацистка, и первое время у Лиди, да, прошел благодаря и даже увлечению нацизмом, но от него благоразумно избавился, благодаря АТСу прежде всего. А вот интерес к германской истории он сохранил. Это первое, но использовал его скорее для того, чтобы троллить публику, потому что если и был в ФБР человек, который больше ненавидел антисемитизм и был большим другом Израиля, то его трудно себе представить. Лиди был, как я уже сказал, не просто другом Израиля, а он, это мы забегаем немного вперед, но и к этому я еще вернусь, но считал, например, что все действия Израиля, нацеленные на оборону своих границ, они абсолютно оправданы. Лиди говорил, что задолго до того, как модно сейчас выражаться, как это стало мейнстримом, он не использовал почти никогда выражение «Западный берег», говорил Иудеи Самари, считал, что Госдепартамент и средства массовой информации, они подчинены проарабским и пропалестинским влияниям, и считал своей задачей, я вам еще раз скажу, каким образом, с этим бороться и обозначать свою полную помощь и поддержку Израиля. И, конечно, когда кто-то у него, скажем, Джеймс Роузен, когда писал книгу о Утергейте, «Поинтересовался его нацистскими симпатиями», Лиди сказал, я почетный десантник израильских вооруженных сил, это правда, кстати, попробуйте мне сказать в лицо, что я сочувствую нацистам, вы об этом пожалеете. Никто два раза ему про это в лицо не говорил, естественно. Ну вот, второй важный момент, это то, что Лиди в своем стремлении бороться с левыми, он полагал, что, следуя, кстати говоря, зовет у сенатора Маккарти напрямую или нет, мне трудно сказать, Маккарти сказал в свое время, «Предатели не джентльмены, нельзя к ним относиться как джентльмены». И Лиди полагал, что для борьбы с левыми и с демократами, раз они потворствуют предателям, нужны самые разные методы. И, в частности, перед выборами 1972 года он разработал целую программу под названием «Драгоценный камень». где прослеживалось по пунктам, как нужно сорвать шансы демократов. Я вам вкратце расскажу, вы можете возмутиться, можете с чем-то согласиться или нет, но заметьте, что странным образом целый ряд этих пунктов переняли как раз демократы. И можно соглашаться, не повторяю, не соглашаться с тем, что делал Лиди, но если бы на тот момент его программа была реализована, то, да, это, возможно, было бы не очень красиво с каких-то там морально-нравственных соображений. Но эффективность, я думаю, была бы. Лиди предлагал следующее. Во-первых, выявить всех основных организаторов, беспорядков, демонстраций и так далее. И за день до того, как эти, или буквально утром того дня, как та или иная демонстрация, которая может привести к дурным последствиям, начнется, этих лидеров похитить. И вывести куда-нибудь в Мексику. Потом отпустить, ничего с ними плохого не делать, но на время беспорядков их выключить из игры. Без лидеров толпа помечится-помечится, ничего не сможет делать. А лидеры серьезно задумываются, надо ли им дальше это продолжать. Дальше, следующий пункт, это создать группы погромщиков, которые будут создавать беспорядки в местах, где это несерьезным ничем не грозит, но где они будут ассоциироваться с левыми и с демократами. И тем самым их полностью, имея в виду, левых и демократов дискредитируют. То есть, понятно, у них они сами молодцы, но еще им помочь. Дальше, использование мелкого саботажа, вроде того, чтобы сломать вентиляторы на съезде демпартии. И глядя на потных, измученных демократов, картинка будет соответствующая, и понятно, что реагировать на нее будут зрители, ну, со смехом, как минимум. Дальше, взять черного кандидата, вроде бы левого, и его, или ее даже, там была женщина, продвигать для того, чтобы демократы были вынуждены показывать себя расистами, сексистами и так далее, чтобы их скомпрометировать вот такой вот борьбой. Плюс это активное использование проституток, при этом под видом богатых левых, скучающих каких-то наследниц, для того, чтобы они были шпионками и компрометирующие данные на деятелей левого движения и демпартии поставляли. И довольно обширная программа по прослушиванию демократов где угодно и как угодно, включая использование самолетов и так далее и тому подобное. У каждого из этих пунктов было название еще связанное с тем или иным камнем, почему это называлось «Драгоценные камни». Но Джон Митчелл, возглавлявший компанию, он, естественно, эту программу отверг и сказал Лиде, все данные лучше всего сжечь, чтобы никто о них не знал. Я еще раз повторяю, может быть, вы, прослушав все это, содрогнулись, может быть, и нет. Но представьте себе, что было бы, если бы эта программа реализовалась и демократы были бы выбиты из политической борьбы на очень долгий срок. Оправдывает ли цель и средство, я не знаю, скорее всего, нет. Но глядя на то, что сейчас демократы и левые делают, в том числе пользуясь теми самыми методами, которые хотел использовать Лиде, невольно задумаешься над тем, что, может быть, старик Гордон, а в чем-то был и прав. И иногда надо перехватить инициативу и стрелять действительно первым, пока не выстрелили в тебя. Республиканцы этого не сделали, ну и получилось то, что получилось. А Лиде отсидел порядка 56 месяцев в тюрьме. В тюрьме ему приходилось не всегда легко. Иногда надо было свою физическую подготовку демонстрируть. Она была у него весьма основательной. Но выйдя из тюрьмы, Лиде, оказалось, нашел себе неожиданно новое применение и стал одним из самых популярных радиоведущих. То есть, он был не такой, наверное, мейнстримный, как Раш Лимбо, нам хорошо знакомый, как Лэри Элдер, например. Но среди тех, кто Лиде слушал, он пользовался огромной популярностью. Его считали одним из самых остроумных ведущих. С ним искали возможности сотрудничать. Гингридж охотно к нему на шоу ходил. И даже некоторые либералы были не прочь к нему прийти, потому что это участие в шоу Гордона Лидди это такое своего рода знак качества. А Лидди себе не изменял. После знаменитой атаки на секту кореша он, например, сказал, что если к вам домой придут люди из агентства по контролю за алкоголем, наркотиками, алкоголем, табаком, да, другая организация, табаком и оружие, стреляйте им в голову, потому что это не настоящие служители закона, а психи, которые пытаются отобрать у вас вторую поправку. Был большой скандал, Лидди сказала, что он ничего такого не имел в виду. Любой человек, знающий оружие, понимает, что в голову стрелять очень трудно попасть. И потом, что понятно, что вас самого, скорее всего, пристрелят. Но то, что его отношение к организациям, которые посягают на наши свободы и права, он сформулировал, да, он сформулировал в своей яркой, шерковой манере. Лидди постоянно говорила о своей любви к Израилю, даже высказывал свои прогнозы, что если Израиль спровоцирует на войну, то он легко одержит победу, и главное, американцам не мешать это делать. И, в общем и целом, Лидди стал действительно звездой. Его пытались, конечно же, обвинять в чем-то. Как это так? Человек из вотергейтского дела. Почему он настолько популярен? Но Лидди это никогда не волновало. Он говорил, что то, что делал Никсон, ни в какое сравнение не идет с теми жульническими делами, которые проворачивает Клинтон. Он весьма критически относился к Обаме и был одним из первых, кстати, ведущих, который задавался вопросом, а где, собственно говоря, Обама вообще родился, и где сертификаты его рождения. В общем, Лидди был Гордоном Лидди до последнего. Повторяю, любой человек, который с ним знакомился, так или иначе попадал под его обаяние. Мелькал он на телевидении, мелькал он в небольших ролях, обычно злодейских. А если кто-то знает комикс, который потом превратился в фильм Хранителя, я его небольшой поклонник, но местами он любопытный. Но если помните, там был такой персонаж, как комедиант, вот создатель комикса Алан Мур говорил, что это списывал его как раз с Гордона Лидди. Вот ведь Лидди у нас везде. Подводя итог, ну что я могу сказать? Я вам очень кратко рассказал о нем, и для меня смерть Гордона Лидди, да, он прожил очень долго, это скорее прощание с ФБР старым. Даже хотя сам Гордон, как я вам уже сказал, был весьма и весьма критичен, писал много меморандумов о том, что в ФБР надо что-то менять, и как видите, оказался прав. Но тем не менее, он был вот тем самым агентом старой закалки, которых, как мы видим, сегодня не хватает. Представить себе Лидди на курсах по расовой и религиозной терпимости, я, например, точно не могу. И слава богу. Представить себе Лидди, который борется с правым экстремизмом, несуществующим, мне тоже довольно сложно. А вот Лидди, который понимает, и как агент ФБР, опасность левых, который знает, что бороться с ними надо, и зачастую применять все существующие методы, вот таких людей в ФБР, наверняка они есть, я все-таки оптимизм сохраняю, но насколько они сегодня играют большую роль, у меня большие сомнения, и мы все с вами это видим. И в завершение есть высказывание, его приписывают Оруэллу, хотя вообще-то это из статьи Ричарда Греньера, Гренье, так и так произносит фамилия, критика такого, который писал про Оруэлла, да, ну и вот получилось так, что это высказывание спроецировали на британца. А высказывание, вы наверняка слышали, что цивилизованные люди могут спать спокойно из-за того, что люди не слишком цивилизованные и выполняют свою работу. Но Лидди, я бы не стал его называть, не цивилизованным, вполне себе джентльмен, остроумный, повторяю, отличный писатель, но то, что благодаря таким, как он, и благодаря готовности таких людей, как Лидди, противостоять левым, Америка все же сохранилась, и сохранялась довольно долго, и система отбивалась от левой идеологии, это мы должны признать. Поэтому спорить о его методах можно, но то, что такие люди, как Лидди, необходимы, то, что такие люди, как Джордж Гордон, дай его полное имя, они должны быть, чтобы система не пала окончательно под напором левой идеологии изнутри и снаружи, это необходимо. Поэтому я полагаю, что почтить память этого человека добрыми словами, мы все имеем полное право. И еще раз советую всем вам прочесть его автобиографию, она называется Will, одним словом, воля, получите массу удовольствия, рассказчиком покойный был замечательным, поэтому rest in peace, нам будет не хватать Джорджа Гордона Лидди. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Вы абсолютно правы, таких людей нам не хватает, все, что мне хочется добавить. А, к сожалению, людей, которые пропитаны левой идеологией, становится все больше и больше. Спасибо системе образования, спасибо масс-мидиа, спасибо поп-культуре. Окей, давайте сделаем перерыв. Давайте послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, продолжим. Напомню, в эфире программа «Час Ивана Денисова», телефон студии 847-400-5200, ну и, как всегда, вы внимательно следите за событиями, которые происходят в Европе, и вот, в частности, в Датском Королевстве. Да, ну, спасибо, я на самом деле слежу в основном за двумя странами, это Соединенное Королевство и Датское Королевство, так получается, но наша традиционная северо-ирландская страница будет, наверное, на следующей неделе или около того, ежемесячная, а сегодня Дания. В прошлый раз немного я успел рассказать о том, чем отметилась моя любимая европейская партия «Новое правое», как раз датская, Ну, а сегодня посмотрим на то, что делают социал-демократы, потому что, конечно же, как говорит Ларс Боймайтисон из моей любимой партии, на прошлой неделе он сказал, худшая первоапрельская шутка, которую можно сыграть с датчанами, это сделать социал-демократ, поставить социал-демократов в главе страны, ну, к сожалению, да, сами датчане это сделали. Тем не менее, стоит вспомнить, что когда социал-демократы побеждали на выборах последних, то в девятнадцатом году, то во многом они шли под такими вполне себе, как тогда даже писали, трамповскими лозунгами в вопросах иммиграции, оставаясь, да, вполне себе левоцентрической партии, как положено социал-демократам, но, тем не менее, позиционировали себя защитниками, датских интересов и датских рабочих мест, и в том числе в вопросах ограничения иммиграции. Однако, и во многом благодаря этому, кстати говоря, одержали победу, и довольно серьезно. Ну, как это часто бывает с левыми, придя к власти и обнаружив, что эмигранты в основном голосуют за левых, как раз, то былой пыл куда-то он улетучился, и, скажем, весь прошлый год правые партии, не только моя любимая, но и консервативная рабочая, народная, консервативная народная партия, и народная датская партия, они задавались естественным вопросом, а почему на время эпидемии границы вроде бы для туризма закрыты, а беженцы продолжают поступать. Потом, как я вам тоже рассказывал, обнаруживалось, что основные очаги заболеваемости, они тоже там, где живут как раз все эти граждане из, так скажем, неевропейских, но точнее ближневосточных, африканских и прочих, да еще и мусульманских преимущественно стран. И в такой ситуации, глядя на то, что популярность правых партий, она растет, те самые новые правые, сейчас напомню, третье место занимают, консервативная народная партия второе, и все они по опросам, конечно же, пока до выборов еще долго. и правлению социал-демократов это уже серьезная угроза. Вот Метта Фридриксон, премьерша Датска, она явно всполошилась, и какие-то она и ее кабинет усилия стали предпринимать. Но сама Фридриксона заявила еще в январе, что задача ее правительства это вообще, чтобы количество беженцев свелось к нулю. правда, как она собирается это делать, пока непонятно и когда. Но, тем не менее, такие задачи они действительно ставят перед собой, отдадим им должное. Далее вспомнили, что еще в восемнадцатом году при предыдущем правительстве Расмусона правоцентристского была разработана такая программа по борьбе с так называемыми параллельными обществами и что теперь решили ее активно пускать в ход. Сначала Дания не единственная страна в Европе, но слава богу, что они тоже это сделали. Был принят закон, запрещающий финансирование мечетей из-за рубежа, хотя мне вообще непонятно, зачем в Дании много мечетей, но как бы это ни было, закрыли финансирование из-за рубежа, уже слава богу. И сейчас министр внутренних дел Каре Дибвадбек он предложил свою такую программу, смысл которой в том, что в любом определенном районе Дании, который будет там как-то делиться, вычисляться и так далее уже по мнению и по расчетам датского правительства, количество жителей из не западных, цитирую дословный доклад Бека стран, должно не превышать 30% населения. То есть, чтобы ни в коем случае не появлялись вот такие вот гетто. От самого слова гетто хотят в Дании избавляться, хотя тут дело-то как раз не в этом. Но главное в том, что если эта программа будет реализована, то возможно что-то хорошее из этого получится. Оказавшись в меньшинстве, эта публика может и будет ассимилироваться, хотя есть у меня серьезное подозрение, что она будет просто терроризировать и запугивать те 70% датчан, которым придется жить рядом с ними. Так как к программе по вот этому расселению еще бы неплохо было приложить действия по жесткому соблюдению законов и по депортации, о чем постоянно говорят мои любимые новые права, а именно что за правонарушение и тем более за серьезное правонарушение сразу до свидания депортировать и чтобы это распространялось не только на собственно говоря людей взрослых, но и на подростков, которые зачастую терроризируют одноклассников в датских школах, при этом демонстрируя крайне низкий уровень успеваемости естественно. Так что здесь надо конечно на полдороги не останавливаться и идти дальше. Но по крайней мере хорошо то, что в Дании начинают действительно хоть что-то делать с иммиграционной политикой и ее ужесточать и уже либералы плачутся, что в Дании создается не самое, но одно из самых жестких законодательств в Европе по иммиграции. Уже хорошо, что датские политики самых разных партий говорят, что в общем и целом политика иммиграционная и либеральная она провалена, так как едет черт знает кто, когда они приезжают, то датское правительство их боится трогать, отказывается от каких-то усилий по ассимиляции, но зато сразу одаривает многочисленными дарами вэлфэром и всем в этом духе. То есть, вот это вот такой трезубец, прежде всего принимают черт знает кого, второе дают вэлфэр, третий, повторюсь еще раз, чтобы было немного четче, это понятно, отказываются требовать ассимиляции, вот сейчас этот трезубец благополучным датчанам воткнулся в соответствующее мягкое место и они действительно спохватились и пытаются хоть что-то предпринимать. И если вот эта эпидемия и хоть какой-то плюс и будет иметь, потому что на преступность почему-то датское правительство этническую естественно боится реагировать. Но вот эти районы как рассадник ковида тут неожиданно вы знаете мое отношение ко всем этим мерам и через несколько минут я опять о них буду говорить, но да, даже от них можно видимо какую-то пользу извлечь и даже вот это сочетание двух зол а именно ковидная паника и социал-демократ у власти вдруг может дать какой-то плюс а именно то, что действительно хоть какие-то действия по ограничению иммиграции и по ассимиляции все эти публики датчанами будут предприняты ну а я еще от себя добавлю, что естественно очень и очень надеюсь, что в будущем адекватная партия вы понимаете кого я имею ввиду уж не буду лишний раз их поминать они все-таки в Дании придут к власти там такое возможно хотя в основном правят уже очень давно центристы и левоцентристы но нет-нет да происходят такие неожиданные успехи правых политиков сейчас момент настал и рост популярности правых партий в Дании и их уже безусловное влияние вот то, что я вам сейчас рассказал но не на пустом месте появилось влияние датских консерваторов влияние датских правых оно свою роль сыграет поэтому ждем следующих выборов ну и надеемся на то что польза повторяюсь будет и от нынешних действий социал-демократов с паршивой овцы остальное вы знаете здесь прервусь я перед тем как перейти к любимой мной теме уже американской а именно судов и их последних заключений но если опять Сергей что-то добавит или есть какие-то вопросы то с удовольствием сделаю паузу я бы хотел предварить вашу следующую тему вот случаи ковида тирании периодически проникают и становятся достоянием гласности в частности последний случай когда из самолета авиакомпании спирит выкинули беременную женщину с ребенком со специальными потребностями то есть ребенок special needs что называется а причиной того послужил тот факт что двухлетний ребенок ел без маски ребенок ел без маски вы только послушайте о чем идет речь и самое печальное заключается в том что среди так сказать не только политиков но и среди избирателей находятся люди которые разделяют вот эту тиранию разделяют принципы методы тирании и в принципе настаивают на том чтобы ввести так называемые ковидопаспорта вот вот это меня обескураживает совершенно ну а сейчас ну к счастью есть и положительные примеры борьбы с ковидотиранией о чем очевидно вы нам расскажете да и начну я правда не с судов а с де сантиса раз моя любимая Кристина пока меня не радует да знаете вето тут на тот самый закон уже наложила и посмотрим как она будет выкарабкиваться теперь ей тяжело но еще вернемся к ней де сантис же моментом пользуется он заявил что никаких паспортов в его штате не будет и более того де сантис делает очень разумный ход то что вот он так заявляет и собирается подписывать даже потому что подписал соответствующий указ да подписал запрещающий подобные действия он прекрасно понимает что указы власти исполнительной этого мало и он от республиканцев Флорида требует чтобы местные законодатели приняли еще и закон потому что от закона избавиться уже сложнее а защита граждан штата от ковида тирании а мы уже имеем дело с ней вне всякого сомнения это очень важный ход и де сантису лишние аплодисменты от меня я просто боюсь сглазить политикам нельзя слишком доверять даже если они нам очень нравятся и возлагать на них особых надежд тоже но сейчас де сантис вырвался конечно в лидеры и серьезно в целом да то что происходит и все знают о моем отношении и все знают что я готов заступаться за полицию но критиковать за то что они делали подчиняются всем этим ковидным и безумным действием полиция не должна так себя вести по моему убеждению и тут опять мы вспоминаем Гордона Лидзи ни в коем случае ни в кого стрелять не надо но помню видите он разделял когда ФБР и полиция должны действительно бороться с врагами своей страны а когда службы посягают на наши с вами свободы в таком случае надо им противостоять естественно но к счастью судьи в общем-то тоже не дремлют и мы с вами уже видим что консервативные юристы по всей стране предпринимают хоть какие-то усилия противостоять Байдену ряд исков от генеральных прокуроров штатов мы это видим ну и решение судов нацеленные на какую-то местную местное проявление ковид тирании мы тоже с ними сталкиваемся потому что получается так что ковид и все остальное на на уровне страны мы с вами видим что происходит и у вас еще ну в некоторых что я понимаю в штатах где демократы все удручающе но по сравнению с тем что до меня долетает из Европы у вас еще все не так страшно а те из вас кто живет в штатах республиканских ну вы можете да считать что вам крупно повезло так вот висконсине например и в других штатах губернаторы вообще получили возможность сосредоточить в своих руках власть немыслимую которая точно не замышлялась отцами основателями ни на федеральном ни на местном уровне и их им дать по рукам могут только суды верховный суд висконсина который у нас знаете как на качелях то они молодцы рубят предыдущие действия местного губернатора то они отказываются рассматривать дела по манипуляции с выборами сейчас опять они сделали вещь правильную и в очередной раз дали по рукам губернатору Эверс и здесь опять я не хочу никому выдавать авансы но ничего не могу поделать женщина пока радует это судья Ребекка Брэдли она во всех этих трех моментах была на нашей стороне и с ковидом и она тогда была в меньшинстве увы но тем не менее она требовала чтобы нарушения с выборами рассматривались но к сожалению повторюсь была в меньшинстве сейчас же ее заключение это образец я считаю трактовки конституции на уровне штата потому что она подробно в своем заключении описывает как губернатор Эверс нарушает все что только можно нарушать а именно взяв на себя обязанности ответственности определять судьбы штата он выключил законодателей Висконсина и получается как пишет судья что выходит губернатор может сам решать сегодня у нас будет чрезвычайное положение и завтра будет и послезавтра и вообще пока я не передумаю у вас будет чрезвычайное положение вне зависимости от реальной ситуации реальных проблем или их отсутствия с ковидом раз законодатели из борьбы выключены то получается что в руках губернатора полная власть он может делать вообще все что ему заблагорассудится открывается просторы для практически но если не тоталитаризма то уже авторитаризма и этого точно не планировали ни отцы основатели ни все те кто заступался за индивидуальные свободы и тех кто сделал все чтобы эти индивидуальные свободы в Америке победили и ключевая для меня фраза которую должны многие из консерваторов запомнить я считаю это слова судья Брэдли что если на одной чаше весов эффективность правительства даже в борьбе с тем что ну казалось бы важно эпидемия спорный момент но сейчас не будем углубляться в подробности а на другой индивидуальные свободы защищенной конституции то свобода защищенной конституции всегда будет перевешивать правительственную эффективность и суды должны за этим следить поэтому мой личный поклон судья Брэдли и я очень надеюсь что она не единственная и так как я специально да ускорился немного в своем датском вопросе то я оставил место еще для одного заключения оно с ковид тиранией может не связано но я тоже о нем расскажу я этот сегмент назвал консервативные судьи против ковида тирании хотя вообще когда я говорю консервативные судьи мне приходится делать над собой усилия честно вам признаюсь я уже не раз говорил тоже но повторюсь судья не должен быть ни консервативным ни либеральным судья должен быть судью и следовать законам но вот так получается что судьи которые законы именно следуют им трактуют но они связаны с консервативным движением ничего не могу поделать с этим и судья Брэдли как раз яркий пример но есть еще судьи весьма и весьма сильные и например есть судья Амул Тапар в шестом апелляционном суде шестого округа и читая его последнее заключение я честно говоря вот так думаю я иногда читаю заключение судьи Брэдли у меня возникают сомнения все-таки может надо было ее а не Баррет ну да посмотрим у Баррет еще впереди много возможностей себя проявить а вот читая заключение судьи Тапара я думаю а может лучше он а не Кавану потому что он был кстати тогда в списке ну которым в результате первое место занял Кавану и пока ну Кавану не совсем то чего мы от него ждем так вот судья Тапар в результате Тапар все-таки правильнее индийского происхождения он повторюсь в апелляционном суде 6 округа и он дал заключение по делу профессора Мэри Уэзера профессор Мэри Уэзера получил выговор от университета Шони в Агайо так как он совершил страшное преступление а именно к студенту неопределенного пола видя что это студент он обратился сказав да сэр студент неопределенного пола да еще вроде бы и черный сказал что он вообще-то женщина поэтому адресуйтесь к нему как к женщине профессор Мэри Уэзер сказал что извините это не по мне если я вижу мужчину то я буду говорить что это мужчина тем более я человек верующий ну вот случился скандал профессору закатали выговор и предупредили что если он не будет так себя вести как требуется его вообще отстранят без оплаты профессор пошел в суд и судья суд принял решение его не сразу но дело дошло до вот этого самого апелляционного суда и суд принял сторону профессора как написал топар вообще то что происходит это ну я конечно же более эмоционально вам излагаю чтобы было понятно это конечно же безобразие потому что если профессор студенту ставит нормальные оценки нигде его не притесняет именно это и было не заставляет его следовать своим взглядом разделять свою религию а просто обращается к студенту так как считает нужным и даже не называет там его да там ты он но трансгендерная или еще какими-то словами а всего-навсего тем местоимением которые он считает нужным то предъявлять какие-то претензии нельзя профессор не посягает на права студента а вот что касается управления администрацией университета они полагают они посягают на первую поправку потому что если сегодня они заставляют профессора обращаться к мужчине как к женщине это дело профессора он может так обращаться но если он не хочет нельзя его заставлять то завтра они начнут требовать чтобы профессор чернокожий начинал бы критиковать борцов за гражданские права чернокожих чтобы беженец из советских или коммунистических стран начинал обращаться к своим коллегам исключительно как дорогие товарищи и проявлять свои коммунистические симпатии и в общем и целом открывается абсолютно опять как и в случае с тиранией губернаторов открываются жуткие просторы администрация университетов колледжа и школ может заставлять своих профессоров делать то что она считает нужным и говорить о какой-то интеллектуальной свободе говорить о каком-то интеллектуальном развитии уже невозможно то что произошло это посягательство на права учителей профессоров это посягательство на первую поправку и судья топар это четко объяснил за что ему большое спасибо конечно проблема на этом не решена но вот решение судьи Брэдли и судьи топара они показывают нам что судьи все-таки есть они будут и они тирании левых противостоят ну а всем нам надо естественно уже думать о том как добиваться того чтобы за эти три года Байдена не посадил никого в Верховный суд дай бог здоровья Алита и конечно же моему любимому Томасу и чтобы в 2024 году эта проблема отпала а такие люди как Брэдли Топар и многие другие в Верховный суд все-таки попали так или иначе ну пока к сожалению это только перспектива но давайте надеяться судьи Брэдли и Топар нам повод для оптимизма на этой неделе дали к счастью здесь умолкну понимаю времени мало но если Сергей что-то добавит то с удовольствием передам слово я хотел бы использовать это время буквально полминуты сказать о несколько ином поскольку тема ковида тирании и прочее они будут возникать я хотел сказать вот о чем завтра последний день голосования в 125 дистрикт это школьный совет Стивен Санхай многие из наших радиослушателей у кого-то дети там учились у кого-то учатся у кого-то будут учиться и к сожалению этот школьный совет превратился в организацию по осваиванию средств колоссальные средства что безусловно сказывается на наших налогах завтра голосование пожалуйста пойдите проголосуйте вы знаете кандидатов Барб Толберт она была у нас в студии и Николь Гримс отметьте для себя эти имена и во время голосования сделайте правильный выбор хватит тратить безумно деньги и потом собирать их с налогоплательщиков Иван вам огромное спасибо и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи